Сообщение о падении самолета поступило на пульт МЧС Паризанской области в 3.18 утра. В районе поймы реки Плетенка у Михайловского шоссе совершил жесткую посадку Ил-76 Минобороны России. От удара военно-транспортный самолет разрушился, произошел взрыв бензобаков. Момент падения запечатлел один из местных жителей. На кадрах появившихся в сети отчетливо видно, как пилот до последнего момента уводил транспортник с горячими двигателями от жилых домов. Мощным взрывом были разбожены жильцы многоэтажек и частного сектора. Некоторые из них до сих пор под впечатлением. Пролетающие самолеты, взрыв, а потом мелкие взрывы пошли. В окошко выглянули, дым идет, пошли смотреть. А тут же пожарные машины приехали, все огородили и ничего не видно. Пресс-служба Минобороны России распространила официальные заявления. Его приводят все федеральные СМИ. Цитата. В Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажам было принято решение осуществить посадку на грунт. Конец цитаты. По предварительным данным, в самолете Ил-76 находилось 9 человек. Четверо из них погибло, 5 в состоянии разной степени тяжести, доставлены в лечебное учреждение Рязани. И, кстати, люди остались живы в том числе и потому, что боевые расчеты МЧС и скорой прибыли на место в кратчайшие сроки. В настоящий момент в областной клинической больнице в травмцентре первого уровня проходит лечение трое прострадавших. В состоянии одного расценивается, как рейн тяжелое. Пациент поступал с тяжелой сочетанной травмой. Проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких. В состоянии двух пациентов расценивается, как тяжелое. Пациентам проведен необходимый комплекс лечебно-диагностических неприятий. Продолжается интенсивная терапия. Решается вопрос о переводе пациентов в военный госпиталь города Москвы. Сейчас открытое горение на месте аварии ликвидировано. Сектор отцеплен полицией. По предварительным данным, причиной падения стала та самая неисправность двигателей. Но ближе к вечеру появилась еще одна версия о попадании в двигатель одной или нескольких птиц. А их, как известно, очень много на расположенном неподалеку в нарушении норм Минтранса мусорном полигоне Зеленина. Он расположен в 9, а не 15 километрах от аэродрома в Дягилево, как того требует закон. Мы, кстати, единственная телекомпания, которая рассказывала о безуспешных попытках местных жителей закрыть этот полигон. На котором, напомню, было запрещено складировать пищевые отходы. Но птиц, которых здесь все больше и больше, как говорится, не обманешь. И, возможно, отсутствие реакции и безразличие чиновников стало косвенной причиной аварии ИЛ-76. Нам, по крайней мере, эта версия видится вполне рабочей. Максим Васильев, Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».